Человек воспринимает мир через органы чувств. Обоняние, осязание, слух, кусовые ощущения. Но больше всего наше сознание получает информацию через зрение. И врачи бьют тревогу. Зрение человечества стремительно снижается. А многие глазные заболевания молодеют. Виной тому компьютеры, телевизоры, различные гаджеты, без которых мы уже не представляем нашу жизнь. Но, несмотря на это, любая причина, снижающая зрение, будь она внутренняя или внешняя, отрицательно влияет на качество нашей жизни и работоспособности. По данным Всемирной организации здравоохранения, на нашей планете насчитывается не менее 2 миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты. При этом более 1 миллиарда проблем с глазами стали следствием отсутствия профилактики и своевременного лечения. Самыми распространенными болезнями глаз считается заболевание роговицы, отслойка сетчатки, глоукома, катаракта, воспалительные заболевания, различные этиологии, а также нарушение зрения, близорукость, дальнозоркость и стигматизм. Например, о таком опасном недуге, как глоукома, говорят очень редко. Однако без лечения эта болезнь ведет к полной слепоте. В мире 5 миллионов человек утратили зрение вследствие глоукомы. По данным терминам скрывается несколько десятков патологий, разобраться в причинах которых и остановить слепоту смогут только офтальмологи. Зрение ниже нормы все чаще фиксируется и у детей. Данные распотребнадзора неутешительны. Примерно 20% первоклассников приходят в школу уже со зрением ниже единицы. Источник проблемы на поверхности. Это все те же увлечения гаджетами. Телевизор и игры на электронных устройствах вытеснили все другие занятия. Древнегреческий философ Гераклит Эфеский говорил, глаза более точные свидетели, чем уши. Так как сохранить этот бесценный дар природы – зрение? На что должна быть направлена профилактика зрения? И как понять, когда пора обратиться к врачу? Об этом в нашей программе. В клинике современной офтальмологии помогают пациентам с различными заболеваниями глаз. Выполнять сложнейшие лечебные и диагностические процедуры позволяет новейшее техническое оборудование и профессионализм медицинского персонала. Это и стандартный прием офтальмолога, на котором мы определяем остроту зрения, нарушение рефракции, измеряем внутриглазное давление, проводим тщательное исследование глазного дна, в том числе и с помощью оптической когерентной томографии сетчатки. В клинике активно применяют лазерные методики. Они используются не только для коррекции нарушения зрительной рефракции, но и лечат многие офтальмологические заболевания. Диабетическую ретинопатию, глаукому, дистрофию сетчатки, разрывы сетчатки, вторичную катаракту, состояние глаз после тромбоза. Безусловные плюсы – малая травматичность для пациента и небольшой реабилитационный период. Как правило, длится процедура всего несколько минут. У нас очень хороший микроскоп с нижним осветителем. Видна самая крайняя периферия, потому что иногда после катаракты зрачок плохо расширяется, этот лазер позволяет, этот микроскоп позволяет видеть очень хорошо периферию. Сетчатка доступна для лечения. Вводится лазерная луч. То есть если я что-то вижу в патологии, я её обрабатываю по современным, так сказать, методикам. Компьютерное оборудование даёт возможность врачу не только точно поставить диагноз, но и наблюдать за динамикой выздоровления пациента, при необходимости корректируя лечение. Быстро и удобно. А вот этот глаз, здесь нет отёка, но тут есть истончение сетчатки. Уже глаз пролеченный. В клинике современной офтальмологии работают две операционные. В них созданы все условия, в том числе для людей с особенностями строения глаза. Конкретно в этой мы проводим эксимерлазерную коррекцию зрения. Причём проводить мы её можем здесь разными методиками. Это позволяет не отказывать пациентам в улучшении зрения, допустим, с очень тонкой роговицей. По данным клиники, одна из самых распространённых причин для обращения к врачу – катаракты. Заболевание развивается с возрастом. Единственный способ лечения – замена хрусталика глаза. Особенно ценятся мультифокальные. В них одинаково хорошо видно и вдали, и вблизи. Перед операцией мы всех обязательно смотрим, делаем скрининг, нет ли отслойки сетчатки. То есть это наш УЗИ-аппарат. Предположим, когда катаракта совсем большая, глазное дно мы не видим. Нам надо определиться, получим мы результат или нет. В данном ситуации мы делаем УЗИ, смотрим, нет ли у человека отслойки сетчатки. То есть можем прогнозировать, какое будет зрение. Успеете сохранить ясность и остроту зрения с клиникой современной офтальмологии.